Помятая футболка пола, две больших залысины, небритая щетина. Именно так выглядит истинный фанат Настя Ивлеева. И я люблю траки ЛД, обожаю геншоу, и я люблю Настю Ивлееву. А все вот эти девочки, уйдите, мальчики, уйдите, какие Настя, я люблю, идите нахуй. Вы не настоящие фанаты, вы просто суетая чпуха. Всем привет, я Врумец. Привет, псам ЧПД, которые застрали Настюху, мою любимую девочку, я ее люблю, обожаю всем сердцем. Она пришла к вам на выпуск, вы с ней херово поступили, вы ее оболгали, вы ее оскотинили. За это сейчас будем смотреть видео, и разъем будет, соответственно, вас поддерживать, нашу любимую Настю. Поехали. Кто бы что ни писал, вот мне не хватило раба. Ну, типа, я шла туда за рабом, а в итоге меня пожалели. Значит, началось все с того, что Настю плохо прожарили, и Настюха, моя любимая девочка, выложила сторис в инстаграм, где говорит, что ее, ну, херово пропиздошили. Настя, никто, сука, никто, понятно, не имеет права проявлять жалость. Ясно? Только снисхождение уважения и возвышение ее персоны, понятно? Смотрим выпуск. Леха, у тебя слишком плоский нос, такой же плоский, у тебя юмор, понятно? И от лица всех нормальных фанатов Настюхи говорят, что ты, блядь, хуйню какую-то несешь. Пропиздошила тебя она сейчас будет. Ты посмотри на нее, какая она уверена, какая она классная. Она даже руки вот так вот опустила, чтобы вы, сука, целовали ее пальчики вот эти свисающие. Чего вы этого не делаете? Ну, Ролан, ты вообще молчи, сам свой рот закрой. Какие-то мне вопросы сейчас? Я говорю, ты выебывалась, что тебе... Не я историю рассказываю, мальчик мой. Во-первых, Леха, замолчи, во-вторых, не она сейчас рассказывает историю, понятно? Она сейчас будет вас подъебываться, она будет вас стебать. И вы внимательно слушайте, что она говорит, потому что в каждой ее шутке есть охуенный панчлайн. Понятно вам всем? Непонятно? То есть, я еще раз объясню. Может, пару слов? Может, какие-то, может, какие-то... А, и чё, и чё, и чё? Так, 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 ну, не... И чё? И что, и что с того? Ну, не так, да ебывайте, надо по-другому. И что, и что с того? По существу надо спрашивать. Это как? Какие-то, может быть, оружие приторговываете, может быть? Вы все поняли? Одним словом, что она заткнула всех вас, вас, псов голодных, всех заткнула одним лишь словом. Посмотрите на ее прическу, как она шикарна. Она возвышается над всеми вами. В эту прическу можете засунуть свое эго, потому что Настюха самая крутая, самая лучшая. На ее что? Никто не дал ни одного ответа. Лёха, ты говоришь, не так да ебываться надо? А как еще? Все же да ебываются со словом что? Эй, что? После этой фразы постоянно идет автомат отдаем. Поэтому радуйтесь, что она не разъебошила вас после этой фразы. На вашей шкуре, конечно, непросто. А я что говорю? Вот это вот надо придумывать такое. Они всегда подкладывают на монтаже, как будто это смешно. Нихуя никто не подкладывает. Это же не агент шоу. Вот именно. Это же не инстаграм. Во-первых, агент шоу, это крутейшее шоу. Аналогов этому шоу на СНГ нет. Настя сама это придумала, потому что она хриская умная. Ясно вам? Во-вторых, в инстаграме она крутейшет. Найдите кого-нибудь лучше Ивлеевой. Вайны, которые делает Настюха, делают только Настюха. Все остальные похожие на нее, это лишь плагиат. В-третьих, как ты вообще мог заикнуться о том, что агент шоу это постановка? Нет. Ваше шоу это постановка. У вас шутки себе заготовлены. И вообще вы псы продажной стая. Ясно? Ну, а как вам? Кто еще вставал? Чтобы все затыкались просто от того, что гость стал никто, только Настя. Вот это значит истинное уважение. Ты из ЧБД. Вот такой. Это что еще за... Вопрос. Я тебя покинул. Пару секунд. Олег. Ирил. Не, ну слушайте, но Настюха что-то придумала. А, извини, пожалуйста. А, мне нет, на стране. А, да? Дай насрать. А вот нет, Амби, ты соврал, тебе не насрать. Вот если бы вам было насрать, вы ее сюда бы не приглашали. А она действительно придумала что-то. И это что-то разъебало бы всех вас. Но вы искать-то и такие испортили ей настроение. И поэтому не быть вашему разъебу сегодня. Не, ну слушайте, но Настюха что-то придумала. А, извини, пожалуйста. А, мне нет, на стране. А, да? Дай насрать. В нашей команде. Давай, приятель. Все, вот. Мне не нужна твоя поддержка. Ну иди на садом, они. Ой, ну это вообще максимально некрасиво. Как можно Настю Ивлееву? Да и вообще, вообще девушку слать нахуй. Ну, Лёх, ты очень невоспитанный чувак. И за это тебе максимальный дизреспект. А ты, Настя, молодец и респект, уверенно держишься. И не обращаешь внимания на то, что не сгруппировались между собой. Там видео, там всех обнимаясь, пидрасик пухленький. Не обращай на них внимания, пускай может и с собой сосутся. Это же, это же просто клубок сосущихся мужиков. Походу только слева намазалась. А, да? Черт, ноль по запаху. Все, ладно. Макар, а ты вообще кто? И, короче, ты тоже молчаешь. Ясно? Потому что Настюха это сказала, я это повторяю. Я ее истинный фанат. Дед, лучше рассказать историю. Спасибо большое. Ну, правда, ребята, давайте расскажем. Ну, в смысле, мы расскажем. Давай, пожалуйста, все. Настя, опять азиатый, японский мальчишка. Пожалуйста, вот зачем ты затыкаешь рот принцессе? Ты должен ноги ее целовать, лапзать ее колени, а ты ее закрываешь. Нет, мужик, это она закрывается от себя. И больше ты не услышишь ни одной шутки свой адрес от Настюхи. Настя, ты молодец, мы поднимаем за себя руки. Держи. Так, держать. Клитр длиннее, чем мой член. А то, что мои яйца, может быть, больше твои? Да, да, Настюх, ты молодец, что вот так урыла твой клитр. Причем, знаешь, в лежащем состоянии намного длиннее, чем у него стоящий надроченный член. Это вообще не член, а всего лишь стручок малюсенький. И вообще он брячется у него в бороде. Так что ты молодец, что акцентнула на это внимание и зарыла этого говнюка. Тем более, у Настюх еще есть яйца. То, чего у вас априори никогда не было. Молодец, Настюха. Так. Расскажи историю свою, она такая интересная. Бородач, тебе сама Настюха. Я, блядь, молюсь за это. Сказала, что твоя история интересная. Почему ты ее, сука, не рассказывай, боешь? Ты получил благословление? Пожалуйста, молви слово. Макар, ты вообще кто? В смысле, блядь? Человек, ебаный. Макар, можешь ее выгнать тоже. Хьюман, блядь, ебаный. А ты че, ты кто? И вот это с далматинцами, которые? Ну, во-первых, да, Макар, мы тебя не знаем, так что ты можешь молчать. А то, что ты начал бояркать, говорить английский, кьюман, на сука, дело там много лучше тебя. И вообще, в принципе, она во всем лучше тебя. И вообще, ты толстый. Знаешь, она в офигенной форме, так что все стоит на нее посмотреть. Блядь, им завидую вообще, сука. Ты прописывал шутки заранее? Такой, типа, надо разъебать. А я знаю, что ты придешь на нее по полу. Да, Саша, ну не поздри. Конечно, ты знал. Вы все знали, потому что вы постанова. Постанова каждый из вас знал, что на призер, вы заготовили свои шуточки, набросились на Натю, в который раз, захотев ее растерзать. Псы, вы болотные, шакалы, вы небриды. Похудел. Че ты тут устроила, ебаный? Я похудел. Похуй. Да, у меня теперь вообще... Маккар, ты молодец, что заметил, что Настюха пиздато выглядела. Потому что действительно так. Ясно, тебе до нее очень далеко. И ты пошутил хорошо. Знаешь почему? Потому что Настюха так сказала. Мне на срок эту шутку. Настя так сказала, значит, так оно и есть. Так, не хуярить в комментариях. Настя молодец, она в нашей команде. Если не будет ебало разевать, блядь, не по лишний раз. Не, не обижайте ее. У него свистит фляга, как сказал. Слава Комиссаренко. А что это значит? Свистит фляга. Флягу, если так. Там звук такой. Это фляга свистит или твой рот, охуеть? Я говорю, свистит фляга или твой рот? Мой рот не свистит. Не свистит? У меня нет. Щербеньки. Твой рот свистит. А, как? Как она тебя уделала? Ясно? Щербеньки у меня нет. Поэтому она не может свистеть. Ты понял? Какой же ты тупой. Я трахнул вы. Я трахнул вы. Я трахнул. Как ты вообще можешь говорить? Как ты можешь, сука, думать? Как вы вдвоем можете думать синхронно и одинаково, чтобы ее спорте трахнуть? Никто из вас, кроме ЛДЖЕ, и возможно, меня когда-нибудь, когда ЛДЖЕ наху съебет, сможет ее трахнуть. Ну, никак не вы. Ясно? Ребята, не вы, абсолютно точно не вы. Давайте сделаем селфи. Давайте, сделаем селфи. Давайте, сделаем селфи. Рустам, рассказывай, похуйся. Пару слов подписчикам туда-сюда сделай. Женька, записываешь? Нет, пару слов туда-сюда сделай. Пару слов. Нахуй иди. Что? Это кому, брат? Тебе. Сядь на месте. Разберешь потом. Девочка в гости пришла, старалась, посмотрите, несмотря на ее недуг, вот. Ничего, да, соответственно. Я следил, блядь, что она нихуя не слушает. Я волновался, что мы позвали, блядь, думали, что она в нормальном свете была. Ну, как у... Ну, нахуя ты на меня стрелки переводишь? Какая-то... О, Дрех, кстати, да-да-да-да-да, ты постоянно переводил стрелки, поэтому стрелки сошлись где-то вот здесь и отпечатались на твоем носу. Ясно теперь, откуда она шрам. Все, ребят, понятно, почему у нее сломан нос, потому что стрелки сошлись здесь. А, что так, ребят, подытожим. Я посмотрел видос с точки зрения фаната, который любит Настюху Ювлееву, и здесь псы из ЧПД очень жестко ее покусали, неуважительно к ней отнеслись, и в целом они плохие ребята, потому что... Потому что не разглядели таланта Анастасии. Ну, а вы, собственно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Вы же знаете, мне абсолютно все равно. Можете писать комментарии, а вот это реально важно. Всем пока!